Всем привет и как вы знаете в предыдущем видео я показывал как установить raytracing и сегодня покажу вам как решить довольно таки небольшую проблему которая возникает при работе с этим raytracing при включении этих эффектов а именно это такое небольшое пятно на карте вернее такая маска которая появляется когда вы запускаете сам raytracing сегодня покажу вам как ее убрать и как пофиксить данную проблему также данная маска в основном возникает при том когда вы запускаете какой-то эффект с rayshade и это довольно таки неприятная штука потому что появляется такая часть на экране который не поддается вашему решейду и она не обрабатывается ну и давайте перейдем к установке мне самому пришлось создать подобный мод это пока что еще бета-версия ну там есть некоторые полоски нюансы еще которые надо будет работать но все равно мне удалось убрать эту маску который находится позади карты и выложил я ее на сайт ругата 5 мод скачивайте ее с этого сайта это raytracing radar map fix а также качайте себе open 4 программу и устанавливайте ее что хотелось бы еще сказать что такая карта то есть независимости от того у вас спутниковая карта или же обычная карта это исправление будет работать у вас на всех картах главное после установки вашей карты допустим есть вы устанавливаете спутниковую карту установите этот radar map fix который я покажу в этом видео мы его себе скачали скачали себе open 4 я open 4 уже установил себе скачал там устанавливается все очень просто еще раз показывать как она устанавливается я не буду просто переходим теперь к установке этого radar fix и запускайте open 4 нажимаете windows здесь если вы устанавливали какую-то графику там допустим тот же nvr или nvr то конечно же у вас есть папка mods и вы знаете как пользоваться этой программой нажимаете редактирование нажимаете да и проверяйте здесь чтобы все было установлено если что-то не установлен нажмите установить и закройте и потом просто переходите к установке этого мода открывать этот radar fix здесь у нас есть redmi то есть краткая такая инструкция куда все устанавливается есть на русском и на английском есть и вот эти два файла нам надо установить сегодня давайте их распакуем себе в загрузке чтобы нам было легче распаковали закрыли теперь просто переходите по следующему пути то есть как написано здесь у меня заходите mods в этот архив потом текстурный а сейчас все это покажу на видео если что также смотрите вот в этом файле redmi заходим файл x64a rpf здесь копируете его или показать папки mods нажимаете чтобы работать папки mods потом заходите текстуры ищите файл graphics.td вот он открываете его обязательно должно вас быть и редактирование включена здесь нажимаете импорт и нужно выбрать radar mask вот этот и открыть и сохраняем ждем пока он у нас сохранится он у нас успешно сохранился теперь переходим вкладку апдейт ищем здесь заходим апдейт rpf также сама нажимаете показатели копировать папку mods я нажимаю показать потому что он у меня уже скопирован раньше далее заходим x64 текстуры и опять-таки graphics.td так же само импортируете этот radar mask открываете его и сохраняете после сохранения заходим в папку апдейт rpf нажимаем здесь заходим common потом дата заходим здесь заходим вкладку ui и в эту папку просто закидывайте этот файл fronted xml заменяйте обычный стандартный то есть просто его копируете выключайте редактирование и запускайте нашу игру все у нас установилась ну и как видите наша игра успешно запустилась и у нас уже нормально карта отображается то есть уже нету эффекта той маской которая у нас была раньше при том что я использую также этот ray tracing могу еще включить второй эффект который у меня есть рейтрейсинга потому что это вот то что я показал предыдущем видео что мне больше всего этот нравится но есть еще более глобальный такой который больше всего кушает fps это вот этот rtg global illumination и видите то есть даже если вы его включаете себе то есть у нас карта тоже нормально отображается там есть небольшая полоска но принципе я пытался как-то и это пофиксить пока что это небольшая бета версия поэтому только так то есть принципе она и так нормально работает то есть более менее хорошо то есть уже нету того эффекта главное что нету эффекта на пол экрана так сказать почти как на пол экрана был такой эффект белый что у нас эффект рейтрейсинга не действовал там где находится нас карта этот эффект можно было отключить просто отключением радара в настройках и он как бы пропадал но если вы проходите миссию какую-то то вам понадобится все же карта потому что вы не будете знать куда ехать и как проходить миссию поэтому я думаю что этот мод будет кому-то полезный кто-то может использует такую рейтрейсинг настройку рейтрейсинг эффекты и ему возможно этот мод как раз понадобится тем более что я показывал установку предыдущем видео что ж на этом у меня все подписывайтесь на канал если вам понравилось это видео видео по настройке рейтрейсинга и по установке я оставлю по ссылке в описании всем спасибо за просмотр и до до свидания всего хорошего